Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусные помидоры по-корейски. Любителям остренького такая закуска наверняка придется по душе. Полный перечень и точное количество используемых ингредиентов будут указаны в конце видео. Берем 3 килограмма спелых но твердых помидоров. Срезаем небольшую часть со стороны плодоножки, а затем каждый помидор делим на половинки. Крупные томаты можно нарезать дольками. 350 граммов моркови натираем на терке для корейской морковки. 300 граммов сладкого перца освобождаем от семян и нарезаем соломкой. 50 граммов острого перца рубим ножом на мелкие части. Хорошо измельчаем по одному пучку петрушки и укропа. 180 граммов лука нарезаем небольшими кубиками. Дальше вливаем в сковороду 150 миллилитров подсолнечного масла без запаха. Хорошо нагреваем и обжариваем в нем до мягкости репчатый лук. Пока лук жарится, складываем большую миску помидоры, морковку, сладкий перец, острый перец. Выдавливаем туда 80 граммов чеснока и заливаем сверху горячим маслом с луком. Добавляем 45 граммов соли, 90 граммов сахара, 5 граммов черного перца горошком, 3 грамма зерен кориандра, 90 миллилитров 9 процентного уксуса, измельченную зелень и хорошо перемешиваем. Оставляем наши помидоры мариноваться на 3 часа при комнатной температуре. За это время содержимое миски несколько раз перемешиваем. Через 3 часа раскладываем томаты по сухим стерильным банкам. Можно просто засыпать все подряд, хорошо при этом уплотнив. А можно красиво выставить помидоры рядами, а между ними сделать прослойки из остальных овощей. Так консервация получится не только вкусной, но и красивой. Как стерилизовать банки и крышки можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Из указанного количества продуктов получается 4 литровые баночки. Сок, который выделился из овощей во время маринования, равномерно распределяем по всем банкам. Теперь прикрываем банки стерильными крышками, помещаем их в застеленную полотенцем кастрюлю, заливаем по плечике водой комнатной температуры и отправляем на умеренный огонь. С момента закипания воды в кастрюле стерилизуем томаты ровно 20 минут. Затем достаем банки из воды, закручиваем, переворачиваем и укутываем до полного остывания. Вот и все. Очень вкусные помидоры по-корейски на зиму готовы. Хранить такую закрутку можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.